Сегодня мы поговорим о раннем периоде истории средневековой Европы, когда на обломках Римской империи формировались границы новых государств. Началась новая страница истории с великого переселения народов. Так называется массовое перемещение народов в IV веке по континенту Евразии в направлении с востока на запад. Оно сопровождалось агрессивным вторжением варварских племен в Римскую империю, которое привело к кардинальному обновлению этнополитической карты Европы в IV-VI веках. Изменение условий жизни варваров привело к демографическому росту, а природно-климатические условия и низкие технологии не обеспечивали экономический подъем. Варварам недоставало технических средств, знаний и навыков для освоения дикой природы. А возможности экстенсивного земледелия и скотоводства были исчерпаны. Племена начали испытывать недостаток жизненного пространства и вынуждены были перемещаться в более благоприятные районы лесостепей и степей Европейского юго-востока, который лежал в пределах Римской империи. С другой стороны, внутри варварских племен началось расслоение, сопровождавшееся соперничеством между кланами и племенами. Борьба велась за распределение и перераспределение материальных ресурсов, ценностей и военной добычи. Наиболее эффективным средством возвышения была война, позволявшая продемонстрировать личное превосходство и закрепить его в виде особого социального статуса. Подвиги, добыча, завоевание новых земель, устрашение соседей — все это отвечало интересам как вождей и дружинников, так и всего племени. Наконец, кризис рабовладельческого строя ослабил несокрушимую военную мощь Римской империи. Росло число неграждан, а также людей, потерявших связь со своими социальными группами. Такие люди не стремились стать гражданами и не хотели защищать Римскую империю. Прелюдией Великого Переселения Народов можно считать переселение готов во II-III веках с южных берегов Балтики в Северное Причерноморье, где они образовали племенные союзы Остготов и Вестготов. Начало Великому Переселению Народов положило вторжение в Европу азиатского народа гуннов. В 375 году они перешли Дон, победили и подчинили себе Остготов, вождь которых германарих из рода Амалов покончил жизнь самоубийством. Вестготы бежали на запад. Пика могущества гуннская держава достигла при Атиле, который в 445 году убил своего брата и соправителя Бледу и сосредоточил всю власть в своих руках. В 451 году Атила, переправившись через Рейн, разрушил Вормс, Майнц, Трир, Мец, Страсбург, Реймс и дошел до Орлеана. На обратном пути его настиг римский полководец Флавий Аэций. На каталунских полях произошла первая в европейской истории битва народов. Под началом Аэция сражались римляне, аланы, бургунды, вестготы, франки. Войска Атилы были еще более пестрыми по составу. Битва знаменита как одна из самых кровопролитных в истории. Римляне победили, но в сражении погиб король вестготов Теодорих I, а Атиле удалось со всей добычей уйти за Рейн. В 452 году Атила перешел Альпы и опустошил всю Северную Италию. От похода на Рим, согласно легенде, его отговорил папа римский Лев I Великий, который выехал навстречу варвару и сумел найти какие-то потаенные струны в его душе. По другой версии, гуннов вынудило к отступлению вспышка какой-то эпидемии в войсках. Умер Атилла в 453 году, гуннская держава распалась, а сами гунны растворились среди тех, кого они на короткое время подчинили себе. Вестготы, спасаясь от гуннов, перешли Дунай и с разрешения императора Валента поселились в провинциях Мёзия и Фракия. Император Феодосий I Великий, чередуя карательные экспедиции с подкупами готских вождей, принудил готов к заключению мира, расселил их к югу от нижнего течения Дуная. После смерти Феодосия I Вестготы избрали королем Алариха из рода Балтов и восстали. Они разграбили Грецию, взяли с Константинополя выкуп и ушли в Иллирию. Отсюда они несколько раз неудачно нападали на Италию. В 410 году Аларих захватил Рим и умер, а Вестготы ушли из Италии на запад. Затем Вестготы примирились с Западной Римской империей, от имени которой стали воевать с другими варварами — вандалами и алланами. В 418 году они получили из Рима право на отнятые у других варваров имперские земли. Так на территории Южной Галлии и Испании образовалось Вестготское королевство, первое признанное Западной Римской империей. Первым его королем был Теодорих I, а первой столицей — Тулуза. В начале VI века франки вытеснили вестготов из Галлии, и Вестготское королевство ограничилось Пиренейским полуостровом. Его столицей стал город Толедо. Вестготы были верными подданными Рима, и только в связи с низложением Ромула Августула король Эйрих провозгласил отделение от империи. Вестготское королевство просуществовало с 418 по 711 год, когда было завоёвано арабами. Вандалы в начале V века обитали в Панонии и ушли из неё, спасаясь вместе с Аланами и с Вевами от гунов. В 409 году они через Галлию добрались до Испании. Здесь с королём Гунтарихом разделили Галлецию, часть вандалов под именем Аланов заняла Лузитанию, а другие с королём Фридубальдом Бетику. Отсюда они с королём Гейзерихом в 429 году переправились в Африку и создали королевство. Рим вынужден был признать их своими федератами. В 439 году Гейзерих заявил о независимости, а император Валентиан III формально признал его отделение. Это был единственный случай не только фактического, но и формально юридического отторжения варварами части имперской территории. Вандалы оказались единственным германским племенем, которое не пожелало даже формально признавать власть Рима. Эта непримиримость, воспитанная необходимостью всё время бежать от более сильных соседей, создала им репутацию принципиальных разрушителей, ни на что другое не способных, особенно укрепившуюся после разграбления ими в 455 году города Рима. Вандалы господствовали в Средиземном море и побеждали в морских сражениях Восточную Римскую империю, которая в 476 году официально признала их владениями Африку, Сицилию, Корсику, Сардинию, Балиарские острова. При преемниках Гейзериха в королевстве начались смуты. Вандалов начали теснить местные берберские племена. В 533-534 годах византийский полководец Белизарий завоевал их королевство. Король Гелимер был взят в плен. Одни вандалы были проданы в рабство, другие растворились в местном населении. След вандальской миграции сохранило название самой южной испанской провинции — Андалусия. Бургундское королевство знаменито тем, что его история послужила основой для немецкого героического эпоса «Песнь о небелунгах». Исходным пунктом их миграции стал остров Борнхольм в Балтийском море и земли в устье Одера. Отсюда, под давлением ругов, они ушли на юг и в первой половине III века вместе с вандалами оказались на Верхнем и Среднем Майне. В 406-407 годах они вслед за вандалами переправились через Рейн. В 413 году император Гонорий санкционировал их расселение на левом берегу Рейна в районе Вормса и Майнца, где образовалось Первое Бургундское королевство или Вормское королевство бургундов. В 437 году они потерпели страшное поражение от римлян и гуннов. Погибло до 20 тысяч бургундов. Из оставшихся в живых одни попали в подчинение гуннам, других Аэций в 443 году поселил как федератов в Савое со столицей в Женеве. После смерти Атилы и Аэция бургунды быстро восстановили силы. При короле Гундерике в 457 году они заняли Первую Лионскую провинцию по приглашению ее римского населения, распространили свою власть на весь бассейн Роны и образовали здесь Второе Бургундское королевство или Лионское королевство бургундов. После смерти Гундерика королевство по обычаю было разделено между его сыновьями Хильпериком, Гадегизелем, Гундабадом и Гадамаром и пережило трудные времена. Но Гундабад, правивший с 474 по 516 год, восстановил его единство. В 507-510 годах бургунды вместе с франками воевали против вестготов, а в 534 году включены в состав франкского государства. Гибель Западной Римской империи вызвали распори римской знати. Последние императоры стали марионетками в руках своего окружения. Валентиниана III, правил с 425 по 455 год, возвели на трон в шестилетнем возрасте. Влияние на него оспаривали его мать Галла Плацидия, дочь Феодосия I Великого, и Аэций, который прославился победами над варварами. Он хотел породниться с династией и вынудил императора к согласию на брак своего сына с его дочерью. Возвышение Аэция вызвало недовольство сенатской знати, и в 454 году он во время аудиенции у Валентиана III был убит. В течение 21 года на престоле сменилось 9 императоров. Четырех из них возвел на престол германец Флавий Рициммер. Он обладал высшим воинским и гражданским званиями, магистра войск и патриция. Но к трону не стремился и правил, меняя своих ставленников до своей смерти в 472 году. Наступил 476 год, и германский вождь Адаакр не изложил последнего императора Ромула Августула. В отличие от предшественников, он не возвел на трон своего ставленника, а стал править Италией сам, как наместник восточно-римского императора Зинона, которому отослал символ императорской власти, золотой венец, скипетр и пурпурную, расшитую золотыми пальмами, тогу. Этот формально-юридический акт считается концом Западной Римской империи. После падения Западной Римской империи на ее территории появились королевства варваров Адаакра, Остготская, Лангобартская, Франкская и Англосаксонская. Итогом великого переселения народов стали геополитические изменения и расселение варварских народов на европейской территории, ликвидация рабовладельческой системы и зарождение раннефеодальных отношений. Множество бывших рабов и колонов оказались свободными и получили в собственность свои временные наделы из-за гибели или бегства от варваров своих господ. Так образовалась масса свободных земледельцев и ремесленников. В среде варваров тоже произошли изменения. Переселение на новые территории, смешение племен, наследование неизмеримо более развитой цивилизации повлияло на их общественное устройство. Римские порядки, основанные на приоритете частной собственности, стали примером в решении имущественных вопросов. А условия быта и обустройства жизни римлян повысили уровень жизни варваров. Еще одним печальным итогом варварской колонизации Европы стало уничтожение экономического и культурного наследия античности, упрощение и огрубение жизни новых европейцев, потеря правовой системы, многих знаний и навыков. В культурном отношении наступил упадок. Наследницы античности и хранителям римских традиций, переосмысленных в духе христианства, стала восточная часть империи со столицей в городе Византии, на Босфоре. Сюда переместился центр европейской цивилизации. Здесь возникла новая империя — византийская. Начало франкскому государству положило завоевание Хлодвигом I, правившим в 481-511 годах из рода Мировея в 486 году владений римского наместника Сиагрия в Галлии. Между 491 и 496 годами Хлодвиг с дружиной крестился в Реймсе, который стал местом коронации всех французских королей. Его преемники завоевали в 534 году Бургундское королевство, отняли в 536 году у Остгота в Прованс, затем подчинили тюрингов между Везером и Эльбой и баварцев на Дунае. Однако власть мировингов вскоре ослабла и перешла в руки майордомов — главных должностных лиц королевства. В 732 году майордом Карл Мартел, 715-741 годы, правивший в 715-741 годах, победил арабов при Пуатье, спас королевство франков от гибели. В 751 году его сын Пипин Короткий низложил последнего мировинга на франкском престоле и стал первым королем из династии королингов и усилил центральную власть. Его сын Карл I Великий завоевал Лангобардское королевство, часть Испании, Саксонию, Аварский Каганат и был увенчан императорской короной в Риме. Это событие было воспринято современниками как акт восстановления Западной Римской империи. Впоследствии его внуки заключили в 843 году Верденский договор о разделе империи на три королевства — западнофранкское, королевство Лотаря и восточнофранкское. Во франкском королевстве сформировалась система классического феодализма. Перераспределение земельной собственности прошло там в два этапа. На первом франки заняли земли, оставленные местным населением. На втором, в ходе реформы Карла Мартелла, собственность самих франков стала объектом передела. Солическая правда в начале 6 века зафиксировала земледельческую общину в форме, когда пахотные наделы передавались по наследству по мужской линии. Дочери не могли наследовать землю, потому что при замужестве земля, как приданная, могла достаться чужаку. Земельный надел, находившийся в частной собственности, назывался у франков Аллодом. Параллельно устанавливались личностные сеньореально-вассальные отношения между феодалами. Держатель земли приносил тому, от кого получал землю, личную присягу верности — оммаж. Того, кто становился господином, именовали сеньор, подвластного — вассал. Крупный вассал, в свою очередь, жаловал бенефиций и становился сеньором для своих вассалов. Внутри иерархии установилось правило «Вассал моего вассала — не мой вассал».